Наказывают сами себя в США, рассказали о последствиях исключения Турции из программы по созданию F-35. 10 мая 2019, 22 часа Роман Шимаев, Анастасия Румянцева, Вашингтон может исключить Турцию из цепи поставок компонентов для американского истребителя пятого поколения F-35 из-за закупок анкары российских ЗРК С-400. Об этом заявила заместитель министра обороны США Эллен Лорд, отметив, что такой шаг может негативно отразиться на цене самолета. Эксперты считают, что отказ Пентагона от произведенных в Турции компонентов для F-35 и нежелание передавать истребители подтолкнет Анкару к сотрудничеству с другими странами, в частности с Россией, которая может предложить альтернативу, Су-57. При таком развитии ситуации Соединенным Штатом будет нанесен не только экономический, но и геополитический ущерб, полагают аналитики. Вашингтон рассматривает возможность исключения турецких предприятий из цепи поставок компонентов для создания истребителей пятого поколения F-35. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. По ее словам, американская сторона может пойти на такой шаг в связи с закупкой Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Мы уже какое-то время работаем, рассматривая источники, альтернативные тем, что находятся сейчас в Турции, в рамках цепи поставок по программе создания. RT-F-35, сказала она. Отметим, что производством комплектующих для самолета занимаются 10 компаний, расположенных в Турции. Представитель Пентагона подчеркнула, что исключение Анкары может негативно повлиять на реализацию программы. Мы видим, что может произойти потенциальное замедление поставок в течение следующих двух лет. Это может также потенциально повлиять на стоимость. Однако в настоящий момент мы считаем, что можем минимизировать эффект от обоих этих факторов, констатировала она. Между тем США продолжают попытки убедить своего партнера по Североатлантическому альянсу отказаться от российских комплексов С-400 в пользу американской системы ПВО. Патриот. Мы продолжаем работать с Турцией и надеемся, что они включат в свою противовоздушную оборону систему, отвечающую, стандартам, НАТО, указала Лорд. Также по теме. Подрывает авторитет американского ВПК, почему Конгресс США планирует запретить продажу. Ф. 35. Турции. Если Турция закупит у России зенитно-ракетные комплексы, ЗРК, С-400, Конгресс США запретит продавать Анкаре истребители Пятого. Ранее официальные лица США неоднократно заявляли, что Турция может быть исключена из проекта по созданию истребителей Пятого поколения, а также подпасть под санкции в рамках американского закона. О противодействии противникам Америки посредством санкций. Согласно документу, Вашингтон может вводить ограничительные меры против стран, участвующих в сделках с компаниями из Ирана, России и КНДР, находящимися под рестрикциями США. Однако в Турции неоднократно подчеркивали, что вопрос с закупками российских ЗРК закрыт, поскольку речь идет об укреплении национальной безопасности. Так как мы не смогли приобрести крайне необходимую нам систему у своих союзников, мы приняли решение купить ее у России, потому что от нее поступило самое лучшее предложение. В ответ на сомнения США по данному вопросу мы озвучили конструктивные предложения. США следует принять их. «Таким образом, мы сможем разрешить этот вопрос как союзники», заявил 9 мая министр иностранных дел Республики Мевлюдчеву Шаглу. «Наряду с этим глава государства Реджеп Таип Эрдоган подчеркивал, что попытки давления на Анкару бесперспективны. Мы уверены в себе, поэтому нас не остановят никакие санкции и связанные с ними угрозы, никакие дополнительные пошлины, никакие явные и скрытые аембарго», пояснил он. Американцы просто потеряют рынок сбыта, как считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Соединенные Штаты навредят себе как в экономическом, так и в геополитическом плане, если исключат Турцию из программы по созданию. F-35. Заявление за министра обороны США. Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Если убрать F-35, то не просто убирается взаимосвязь с Турцией, но во многом наносится ущерб безопасности, который она должна будет компенсировать за счет других средств. В данном случае за счет возможной закупки самолетов Су-57. К тому же качество и эффективность F-35 вызывают сомнения. Это очень дорогой самолет, но он не стоит тех денег, сказал эксперт. При этом США пытаются шантажировать и потребовать от турок уступок. Вообще, это позиция Трампа. Он пересматривает все договоренности, международный и по военно-техническому сотрудничеству, в более выгодном для американцев ключе. Он ломает компромиссы, заключил собеседник. RT. По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, исключение Турции из программы по созданию. F-35 вполне вероятно, но Анкар найдет выход из сложившейся ситуации. Очевидно, что Турция всячески демонстрирует автономность, высокий суверенитет, а значит, и ценность для Альянса. Турция поднимает ставки. Если американцы не будут продавать F-35, это не пощечина Турции. Она найдет другие аналоги, возможно, и российские. Американцы просто потеряют рынок сбыта, останутся не у дел. Примитивная позиция, они хотят наказать Турцию, но наказывают себя, заявил специалист в беседе с RT.